Советский Союз многим кажется волшебной страной, где партия и правительство совершенно бесплатно обеспечивали своих граждан жильем, медициной и образованием. Этот миф о щедрой заботе социалистического государства до сих пор живет в сознании многих людей. Однако за привлекательным фасадом бесплатных в кавычках благ скрывалась неприглядная реальность, о которой почему-то молчат ностальгирующие по СССР люди. Ведь на самом деле советские граждане платили непомерную цену за эти блага, причем отдавали больше денег, чем граждане капиталистических стран. Да, вы не слышались. Жилье, медицина и образование стоили жителям Совка в разы дороже, чем обитателям загнивающего Запада. Именно стоили. Потому что из карманов советских рабочих, крестьян и интеллигенции брали огромные деньги за эти якобы бесплатные блага. Не может этого быть, воскликнет человек, получавший в СССР квартиру. Я не платил ни копейки за свою однушку. Платил. Еще как платил. Своими кровными. И даже не задумывался об этом. Но как именно это происходило? Схема очень проста. Платили все, вне зависимости от стажа работы, возраста, пола и того, получили ли они жилье или нет. Хотите узнать, каким образом Советский Союз это проворачивал, прикрываясь иллюзией заботы о людях? Я сейчас расскажу вам, какой на самом деле была цена за эту халяву. Но вначале подпишитесь на этот канал и нажмите на колокольчик для уведомлений о новых видео. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, тем самым вы помогаете в продвижении этого видео. А если хотите поддержать автора, заходите на Патреон и Байми Кофе. Все ссылки в описании и первом комментарии. Для того, чтобы понять, насколько бесплатными были блага в Советском Союзе, нужно сравнить экономическое положение советских граждан с положением их коллег из капиталистических стран, таких как США. Например, в 1978 году средняя зарплата рабочего в промышленности США составляла около 880 долларов в месяц, в то время как в СССР средняя зарплата рабочего составляла примерно 180 рублей. Если учесть официальный курс доллара, один доллар равняется 67 копейкам, это дает нам приблизительно долларов зарплаты советского рабочего в месяц. Однако реальный обменный курс на черном рынке был значительно выше, что делало советские зарплаты еще более ничтожными по сравнению с американскими. Рабочий в США мог позволить себе гораздо больше, чем его советский коллега. Токарь на заводе компании «Форд» зарабатывал втрое, в четверо больше токаря Горьковского автозавода. В начале 80-х этот разрыв вообще увеличился до более чем 500%. Кроме того, и многие товары в США стоили дешевле при несравненно лучшем качестве. Например, в 1978 году средняя стоимость новых автомобилей в США составляла 4300 долларов, что было доступно среднестатистическому американскому рабочему. В СССР же покупка автомобиля была почти невозможной мечтой для большинства граждан, поскольку средние цены на автомобили были в три раза выше, чем в США, а зарплаты в четыре раза ниже. Кроме этого, требовалось многолетнее ожидание в очереди на покупку машины. Очередь 8 955. Ай-яй-яй. Что же мне теперь делать? Фунт кофе в США стоил около 2 долларов, то есть чуть больше 1 рубля. В то время как в СССР стоимость килограмма кофе в магазинах, и то если он был в наличии, доходила до 45 рублей за килограмм, то есть 30 долларов. Сливочное масло, сыр и яйца в СССР стоили в два раза дороже, чем в США. Лишь цены на советскую рыбу могли конкурировать с зарубежными. Да и то далеко не все. Хлеб стоил дешевле, и это неудивительно. Хлеб – стратегический продукт советской пропаганды. Его могли продавать и ниже себестоимости для поддержания так называемой стабильности. А теперь самые важные цифры, которые красноречиво покажут то, как советская партия и правительство обдирали своего гражданина как липку. Для удобства все цифры будут приведены в рублях, потому что такой была СССРовская валюта. Итак, сравнение прожиточного минимума и зарплат рабочего в США и СССР в 1978 году в рублях на одного человека. Из этой таблицы мы видим, что прожиточный минимум в СССР составлял 85 рублей при зарплате в 180. То есть почти ползарплаты составляла сумма самых минимальных базовых трат. В США же прожиточный минимум был равен 134 рублям, что составляло всего лишь четвертую часть средней зарплаты рабочего в 586 рублей в месяц. Что означают эти цифры? В США прожиточный минимум позволял не только покрывать основные нужды, но и откладывать средства, представляя американскому рабочему большую финансовую свободу. И это при том, что рабочие в США были далеко не самой высокооплачиваемой кастой американцев. В то же время советский рабочий был вынужден экономить на необходимых вещах, тратя свои скромные заработки на базовые потребности. А ведь рабочий класс был элитой советского строя. В других отраслях народного хозяйства зарплаты были вообще на 30-50% меньшими, при том же уровне прожиточного минимума. Это говорит о том, что ощутимая часть жителей страны советов испытывала финансовые трудности, живя на грани или за гранью бедности. Нужно ли теперь объяснять, что бесплатное жилье, медицина и образование были в СССР совсем не бесплатными? Ведь все эти блага в обязательном порядке оплачивались кровно заработанными деньгами, которые советские граждане не получали на руки. Советские партия и правительство забирали эти деньги через низкие зарплаты и высокие цены на товары, в том числе и первой необходимости. Эти деньги шли на финансирование многочисленных государственных программ, включая строительство бесплатных в кавычках квартир, поддержание бесплатного в кавычках здравоохранения и образования, а также содержание огромного государственного аппарата, ВПК и армии. И если в США гражданин платил за необходимые блага из своего кармана, то он получал и адекватную заработную плату, позволяющую ему самому распоряжаться собственными средствами. В СССР же гражданин платил в принудительном порядке путем недополучения значительных средств, которые он мог бы потратить по своему усмотрению и значительно эффективнее. Поэтому человек, получивший в СССР долгожданную однокомнатную квартиру как бы бесплатно, как бы не потратив ни копейки, на самом деле оплатил ее многократно. И не просто оплатил, а еще и значительно переплатил. Советская система стремилась создать видимость равенства и заботы о гражданах, но на деле это равенство означало уравниловку в бедности и лишениях. Средний советский гражданин работал больше за меньшее вознаграждение, чем его американский коллега. Этот разрыв в уровне жизни был тщательно скрыт за завесой пропаганды и идеологических лозунгов. Почему так происходило, не секрет. Причины кроются в самой сути экономической системы СССР, где государство контролировало все аспекты экономики, от производства до распределения товаров. Это приводило к неэффективности, коррупции и дефициту. В отличие от рыночной экономики, где конкуренция стимулирует улучшение качества товаров и услуг, советская плановая экономика не могла обеспечить граждан даже необходимыми товарами. Как следствие, советские граждане платили огромную цену за мнимую бесплатность благ, жилья, медицины и образования. Их труд, низкие зарплаты и ограниченные возможности были теми ресурсами, которые использовало государство для поддержания своей власти и контроля над населением. Таким образом, миф о бесплатных благах в СССР рушится под тяжестью фактов и цифр. Реальная стоимость этих бесплатных благ была гораздо выше, чем в странах с рыночной экономикой. И оплачивалась она трудом и лишениями советских граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова